Беларусь – миролюбивая страна. Но открытые угрозы, а тем более действия в свой адрес, не оставят без ответа. Чёткие меры реагирования на современные вызовы прописаны в важнейших документах, проектах концепции национальной безопасности и военной доктрины. Накануне их обсудили во Дворце независимости. Эти документы носят поистине народный характер, ведь мнение каждого беларуса было услышано. А их обновление показывает, что наша страна не просто идёт в ногу со временем, а даже опережает его. Мнениями о новшествах стратегических концепций Беларуси делятся эксперты. Эту доктрину теперь с полным правом можно назвать народной доктриной, потому что случай действительно беспрецедентный. 70 площадок, теперь народное собрание. Вы знаете, когда власть опирается на мнение народа, это, во-первых, позволяет ей проводить народную политику, опираться на мнение народа, что чрезвычайно важно. Жизнь меняется, меняется обстановка политическая, экономическая, психологическая, идеологическая, военная и так далее. Беларусь, утверждая этот документ, разрабатывая этот документ, она идёт в ногу со временем и даже опережает это время, что мудро и правильно. Все понимают остроту тех событий политических, экономических, социальных, которые сейчас происходят во всём мире. Я думаю, что наш опыт белорусский будет в том числе использованный и другими нашими странами-союзницами и на постсоветском пространстве, в рамках СНГ, в рамках ЕАЭС, возможно, в том числе и некоторые страны ШОС, БРИКС могут использовать этот опыт, потому что мы закладываем в него в первую очередь идейность в том, что идеи национальной безопасности, эти-то идеи народные. Оба документа будет утверждать Всебелорусское народное собрание. Это станет одним из первых решений для ВНС в его новом конституционном статусе. Оценить готовность личного состава, состояния вооружения, а также военные и специальные техники. В одной из механизированных бригад Западного оперативного командования началась проверка танкового батальона. Во время мониторинга оценят готовность бойцов и офицеров воинской части к выполнению задач по предназначению, а также саму технику к последующему применению. Проверка началась в соответствии с распоряжением начальника Генштаба вооруженных сил первого заместителя министра обороны Беларуси Виктора Гулевича. Крупная авария в столице. Накануне в центре Минска столкнулись две маршрутки и самосвал. Восемь человек пострадали, семь доставлены в больницу. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, следственная группа, эксперты. По предварительной информации, ДТП произошло по невнимательности водителей маршрутных такси. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения дистанции до впереди движущего транспортного средства, а также избежание резких маневров во избежание столкновения. Авария произошла вчера около пяти вечера на Немеге. Зеленый сигнал светофора ожидал МАЗ. В этот момент в него врезалось маршрутное такси, а следом еще одно. От удара в одном из микроавтобусов вырвало сидение. По сообщению медиков, у пострадавших сочетанные травмы, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы, ссадины. Для выяснения полной картины происшествия следователи надеются на помощь очевидцев ДТП. Номера телефонов на экране. Людей в каждом населенном пункте страны должны жить комфортно. И сейчас на это нацелена политика государства. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова на встрече с председателями областных и сельских советов депутатов. Всего около ста участников со всех областей страны. На повестке – вопросы, которые волнуют население и от которых зависит качество жизни. Это наличие рабочих мест, ремонт дорог, благоустройство территорий. Участники встречи обменялись мнениями и поделились примерами. Люди хотят, чтобы каждый год повышалось качество их жизни. Повышалось уровень обслуживания, повышалось благосостояние, улучшалась торговля. Были изменения и в медицине, особенно на селе. Что сейчас, кстати, сделано у нас огромный шаг вперед. Отремонтированы все ФАПы, амбулатория. В 2023 году очень большую роль сыграло то, что средняя школа, где учатся детки, очень капитально отремонтировали. То есть сейчас начинается ремонт нашей больницы. То есть вот это вот наша была боль, но вот сейчас мы занимаемся ремонтом. Встречи подобного формата всегда интересны, и я и мои коллеги ждем с нетерпением. Это возможность общаться с коллегами из других областей, из других районов, поделиться своим опытом и услышать, как работают другие области по реализации тех или иных задач. Пожелания, мнения и вопросы участников встречи имеют большое значение для законотворческой деятельности. Выгодные условия в год качества. Свыше 8 миллионов рублей кредитов за две недели взяли белорусы на родные товары. По специальному продукту Беларусьбанка заключено почти 1700 кредитных договоров, ставка фиксированная 4% годовых. На весь срок кредитования это три года. Выгодные условия распространяются на определенный перечень отечественных товаров. Со временем список может расшириться. Кредитный продукт оказался востребованным у белорусов. Банки подчеркивают, в каждом конкретном случае максимальная сумма будет определяться в зависимости от платежеспособности заявителей и стоимости покупки. С момента внедрения такого социально значимого кредитного продукта, как кредит на родные товары, прошло почти две недели. И он очень востребован нашими клиентами. За это время мы выдали более 8 миллионов рублей по данному кредиту. При средней сумме кредита в 5000 рублей. И спрос растет. За последний день мы получили около 500 заявок по данному кредиту. Чаще всего наши сограждане приобретают мебель, холодильники, газовые электрические плиты, посудомоечные машины, керамическую плитку отечественного производства. Мы видим, что не только поддерживаем отечественного производителя, но и помогаем гражданам улучшить свой быт, а значит и качество жизни. Кредит оформляется без поручителей. Подать заявку можно дистанционно на сайте банка, через интернет-банкинг или мобильное приложение, либо обратиться в отделение банка. Дарить тепло, заботу и внимание тем, кто больше всего в этом нуждается. Акция «Наши дети» принесла праздник миллиону ребят по всей стране. В Минске подвели итоги марафона добра. На протяжении месяца представители более 150 республиканских организаций посещали больницы, приюты, детские дома, интернаты, многодетные и малообеспеченные семьи. Ребятам дарили не только сладкие подарки, но средства для обучения, лечения и развития. Акция призвана не только поздравить детей, но и оказать содействие в решении каких-либо важных вопросов, привлечь внимание общества к актуальным проблемам. Акция проводится в стране уже более 25 лет и с каждым годом приобретает что-то новое. Так, например, в этом году старт акции был дан в новом формате. 15 декабря акция «Наши дети» стартовала в поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще. И в ходе данного мероприятия был организован телемост со всеми регионами страны. Традиция торжественного открытия будет продолжена. В следующем году эстафету примет Витебская область. Средства, собранные в рамках акции «Наши дети» передали в РНПЦ детской онкологии, гематологии, иммунологии. Деньги – это 102 тысячи белорусских рублей – пойдут на лечение нейробластомы. Ребят с таким заболеванием в стране более 400. В борьбе с данным видом опухоли научно-практический центр далеко продвинулся. Разработали собственную ДНК-вакцину, её получили 10 пациентов. У восьми – стойкая ремиссия, однако в крайних случаях необходимо дорогостоящее лекарство. Сейчас в нём нуждается один ребёнок. Сбор средств для полугодового курса лечения инициировало Министерство здравоохранения. Ежегодно 15-18 детей мы вновь диагностируем. К счастью, не все детки требуют сложного лечения. Они не являются высокой группой риска по развитию рецидивов. Только 40% детей требуют дорогостоящего лечения моноклональными антителами. Для ребёнка с нейробластомой нам нужно ещё собрать 600 тысяч. За первые три месяца нужно собрать эти деньги, и мы спасём одну жизнь. Это всего одна жизнь, но она будет полноценной, здоровой, и мечты этого ребёнка сбудутся. Сбор средств на дорогой препарат для ребёнка с нейробластомой продолжится. Добрая инициатива с перечислением денег в рамках акции «Наши дети» продолжается третий год. Поистине народной стала и благотворительная акция от всей души. Поздравления получили более 330 тысяч пожилых людей. На протяжении двух недель подарки вручили ветеранам Великой Отечественной войны, долгожителям и просто одиноким людям. Их посещали на дому, в учреждениях социального обслуживания, больницах и хосписах. Самое ценное в таких встречах – искренние разговоры и внимание. Кроме того, организациями была представлена материальная помощь на общую сумму более полутора миллионов рублей. В первую очередь, конечно, направлены на укрепление материально-технической базы учреждений, домов-интернатов, больниц Сестринского хода, территориальных центров. Но в том числе это и средства, которые непосредственно перечислены или представлены в виде подарков нашим пожилым гражданам. Для организации праздничного стола, для организации хорошего настроения, подарки, билеты в театр и так далее. Добрые дела объединили не только представители власти, но и тысячи волонтеров, студентов и школьников.